Девушки отдыхают Впервые судебная экспертиза последнего плавания судна «Коста Конкордия» покажет в точности, что произошло. Судно замедляло ход до полной остановки. И сенсационные кадры с мостика корабля передадут хаос, охвативший членов экипажа. Видео с камер пассажиров поможет точно восстановить события одного из самых крупных крушений круизных лайнеров в истории. Крушение «Конкордия». Взгляд изнутри. Семь вечера. 13 января. Круизный теплоход «Коста Конкордия» отбывает из порта рядом с Римом. Туристы снимают отправление лайнера. Это начало семидневного путешествия. В путешествии включено посещение Барселоны, Пальмы и Палермо. Среди 4229 человек на судне – молодожены Дэвид и Денис Сава из Майами, штат Флорида. Мне казалось, это очень романтично отправиться в круиз на Медовый месяц. Я думал, Денис влюбится в Европу. Мы были счастливы, потому что это роскошный лайнер, и нас ждало романтическое путешествие. «Коста Конкордия» – один из крупнейших лайнеров в мире. Длина судна – 290 метров. На 20 метров длиннее «Титаника». Судно оснащено 17-ю палубами и рубками, возвышающимися более чем на 30 метров над уровнем моря. На корабле также имеется театр, вместимостью 800 мест и 4 бассейна. Вес судна – 114 тысяч тонн. Это плавучий город. Некоторые из пассажиров – опытные путешественники. Мы отправлялись в круиз около 70 раз. У нас в этом большой опыт. Джорджа и Дин Аненниес из Лос-Анджелеса отправились в путешествие с дочерьми Синди и Велери. Это было путешествие всей жизни. Мы должны были посетить удивительные места. Семья Аненниес – не единственные, кому нравится отдых на море. В прошлом году в круизы отправилось 15 миллионов американцев. Круизы весьма популярны. Они сродни кинотеатрам. Вы наблюдаете различные места, не вставая с места. Коста-Конкордия – это часть нового поколения мегакораблей, созданных, чтобы перевозить тысячи человек в великолепных условиях. Инженерный принцип прост. Очень широкое и очень длинное судно с основным весом в нижней части, чтобы компенсировать высоту судна. Несмотря на их неустойчивый вид, они очень надежны. Для того, чтобы судну оставаться на плаву, глубина воды должна быть хотя бы 8 метров. Это позволяет кораблю входить в любой порт Средиземного моря. Капитан корабля – 51-летний Франческо Скеттино. Он был капитаном этого судна 6 лет и уже плавал по этому маршруту. Капитан несет ответственность абсолютно за все, что происходит на корабле. Это морской закон. И от этой ответственности нельзя отказаться. Чтобы не случилось, ты несешь ответственность. Всегда. Энергетическая установка судна «Коста Конкордия» состоит из 6 дизельных генераторов, каждый размером с автобус. Общая мощность равна 100 тысячам лошадиных сил. Генераторы питают электричеством два массивных электромотора, приводящих в движение винты. В 9.15 вечера «Коста Конкордия» уже полтора часа находилась в пути. В это время капитан Скеттино шел по курсу к маленькому острову Джилио. Многие лайнеры проплывают вблизи берега. Цель этого в том, чтобы развлечь пассажиров. Если вы находитесь в море долгое время, вам наскучивает однообразие пейзажа? Проплыв между материком и островом, пассажиры смогут насладиться видом как с левого, так и с правого бортов судна. «Коста Конкордия» и раньше проходила по этому курсу. В последний раз 14 августа 2011 года. По какой-то причине на этот раз Скеттино направил судно гораздо ближе к берегу. Эксклюзивный анализ экспертами Массачусетского мореходного училища выявил подробности последнего плавания судна «Коста Конкордия». Приблизившись, капитан неправильно рассчитал поворот. Эти эксперты мореплавания обучают капитанов и экипажа со всего мира. Используя информацию из «Коста Конкордия», они воссоздают катастрофу минуту за минутой. Это 13 января, курс судна «Коста Конкордия». Мы получили эти данные из автоматической информационной системы. Каждое судно по закону обязано автоматически передавать данные о своем местоположении, скорости и направлении в реальном времени. Синим показано судно в момент времени, а оранжевым — предыдущее местоположение. 9.20 вечера. Пассажиры изучают судно с включенными видеокамерами. Кейка Гест и Джастин Эванс наслаждаются вечерними развлечениями. Мы были в театре, наблюдали шоу. Оно было прекрасным. 9.43 вечера. Корабль движется со скоростью 16 узлов, слишком быстро для судна весом 100 тысяч тонн. «Коста Конкордия» движется со скоростью 29 км в час и находится всего в 30 минутах от острова Джилио. Когда судно приблизилось к берегу, капитан начал менять курс. 9.44 вечера. «Коста Конкордия» находится в 180 метрах от острова. Очень быстро становится мельче. Всего через 30 секунд между судном и рифовым дном оказывается всего 2,5 метра. Тем временем пассажиры совершенно не подозревают о приближающейся опасности. Мы пошли на ужин, сделали заказ, официантка очень долго несла закуску. Необходимо срочно повернуть судно вправо. Но, согласно данным, «Коста Конкордия» движется слишком быстро, чтобы вовремя свернуть. Судно продолжает двигаться со скоростью 15,5 узлов, когда корабль начинает поворачивать вправо. Официантка вернулась, я успела откусить только кусочек, и когда я это сделала, судно нашло на риф. Все начало трястись. Невероятный толчок. Мы думали, что погибнем. Крушение Конкордия. Взгляд изнутри. Менее чем через три часа после начала семидневного путешествия по Средиземному морю круизный лайнер «Коста Конкордия» нашел накаменный риф. Его бросило в сторону на секунду. все начало трястись. После чего мы почувствовали сильную вибрацию. Словно слабое землетрясение. Нос корабля миновал риф. Но данные о траектории судна показывают, что задняя часть продолжала двигаться вперед по направлению к каменному рифу. Судно разрезало, как банку с сардинами. В результате образовалось 50-метровое пробои на длиной с Олимпийский бассейн. Эти кадры, которые мы недавно получили, показывают, как экипаж лихорадочно пытается оценить серьезность ситуации. Когда корабль нашел на рифы, вода стала поступать не литрами, а тоннами. Это худший кошмар любого инженера. Корабли не рассчитаны на такие катастрофические пробоины. Мы не сталкивались с подобным со времен «Титаника». Конструкция кармы лайнеров значительно изменилась с того времени, как «Титаник» нашел на айсберг. Корма Коста-Конкордии поделена на множество герметичных отсеков. Согласно нормам, судно останется на плаву, даже если два из них заполнятся водой. Если взглянуть на длину пробоины на судне Коста-Конкордия, 50 метров означает повреждение трех, а, возможно, и четырех отсеков. Коста-Конкордия быстро наполняется водой и начинает тонуть. Корабль начинает крениться на одну сторону. Я достал камеру и начал снимать. Эти удивительные кадры, сделанные Дэвидом Саба, показывают ужас, происходивший на корабле. Я услышала, как бьется посуда. Все начало рушиться, и я подумала, что же нам делать. Внезапно погас свет. Когда Коста-Конкордия нашла на риф, удар пришелся на левый борт, туда, где расположены дизельные генераторы. Тяжелые генераторы расположены ниже ватерлинии, чтобы обеспечить большую стабильность судна. Адмирал Ричард Гернелл считает, что этот отсек заполнился водой сразу после столкновения. Я думаю, электроснабжение прекратилось через минуту или две после удара. Как только соленая вода достигла электрических панелей управления, свет погас. На мостике начинается кошмар, двигатели отказывают. Без электричества скорость судна начинает падать. Неизвестно, насколько капитан Скеттина держит ситуацию под контролем. Скорость упала с 16 узлов до 6,6 узла, затем с 4, 3, 1 до полной остановки. Коста Конкордия удаляется от берега. Судно уже в 400 метрах от злосчастных рифов. Все были напуганы. Люди пытались подняться, начали падать, пытались пробежать к выходу. Люди стали бежать буквально по головам других людей в попытке выбраться. Похоже на то, что было в фильме «Титаник». Наконец, включилось аварийное освещение. И вдруг мы услышали объявление. Сбой в электроснабжении, все под контролем. Сказали, что все в порядке, и что была проблема с электричеством. Мы подумали, что это не похоже на правду. Они понятия не имеют, что происходит. Это дело не в электроснабжении. Что-то случилось, и они скрывают от нас правду. Ему следовало сказать всем членам экипажа просьба собраться у спасательных шлюпок. Он мог сказать покойным голосом, на судне произошла проблема с электроснабжением, но в целях предосторожности просим всех пройти к спасательным шлюпкам. Но такого распоряжения не поступило. В 10.34 вечера судно Коста-Конкордия находилось в 2,5 километрах от острова. Кораблем с выключенными двигателями управляет ветер и волны. На судне Коста-Конкордия 13 уровней с каютами для пассажиров. Такая масса стали, возвышающейся над водой, подхватывается ветром, как парус. Ветер, дующий со скоростью 37 километров в час, повернул судно боком и начал медленно подталкивать к берегу. К этому моменту судно стало крениться вправо, заполняя водой новые отсеки. Тот объем воды, который собирался в левую часть судна, за последние 25 минут хлынул в правую часть. Судно опасно пошатнулось в другую сторону. Я соскальзывал, когда шел вверх по лестнице, и приходилось держаться за поручни, потому что корабль стоял под углом. Мы поднялись на верхнюю палубу, где уже были люди. Они сказали, чтобы мы сели вместе с ними, убеждали, что все будет хорошо. Офицеры наконец-то решили объявить об экстренной ситуации. Внезапно они сделали новое объявление. Мы терпим крушение, всем пройти к пункту сбора, всем пройти к спасательным шлюпкам. Выражение на лицах членов экипажа изменилось кардинально. Это было словно в кино, как будто произошло что-то, чего не должно было произойти. Марк и Сара Плетт из штата Арканзас спали, когда прозвучало объявление. Когда я проснулся, услышав объявление, я стал быстро надевать одежду. Я сказал, нам надо уходить, нам нужно идти к пункту сбора. Тогда Сара поняла, что это серьезно. В экстренных ситуациях пассажиры должны собираться в специальных пунктах сбора. На судне Коста-Конкорде они находятся возле шлюпок на четвертой палубе. Пассажиры должны были пройти подготовку, чтобы знать, куда идти. Подготовка была назначена на утро следующего дня, так что никто не был готов. Сигнал для нас ничего не значил, потому что мы не знали, куда идти. Все бежали, и нам нужно было бежать за ними, чтобы спастись с корабля. К счастью, нашлись люди, которые провели нас к пунктам сбора. Молодожены Дэвид и Денис Саба наконец-то нашли пункт сбора на правой стороне четвертой палубы. Сотни человек уже собрались там в ожидании дальнейших распоряжений. Я спросила члена экипажа, почему мы не садимся в спасательные шлюпки, и мне сказали, что мы ждем, пока капитан отдаст соответствующее распоряжение. Команда корабля делает все, чтобы сохранить спокойствие. Это был хаос, потому что все были напуганы. Сильный ветер уносил судно все ближе к берегу. В это время Коста-Конкордия приближается к мелководью, и эта линия показывает место, где судно наткнется на мель. Примерно в этот момент капитан приказывает покинуть корабль. Капитан приказывает спустить шлюпки на воду, и все пытались на них сесть. Люди были напуганы и кричали. Все хотели покинуть корабль первыми. На корабле 26 спасательных шлюпок. Каждая рассчитана на 150 человек. Морское право гласит, что все пассажиры должны покинуть судно в течение получаса после тревоги. Толпа людей, пытающихся пробиться к спасательным шлюпкам. Все друг друга толкают. Люди с маленькими детьми поднимают их над головой, давая понять остальным, что это их причина, и им нужно на спасательную шлюпку. Это был не тот случай, когда женщины и дети шли первыми. Современные исследования доказывают, что семьям лучше держаться вместе. Я сказала Дэвиду, что не оставлю его. Я схватила его руку и пошла на пролом. Дэвид и Денис пробились к шлюпке. Дэвид снова включает камеру. Выключите камеру! Мне становилось страшно, когда Дэвид начинал снимать, потому что я думала, что он не сможет позаботиться обо мне. В экстренных ситуациях члены экипажа должны управлять спасательными шлюпками. В мореходном училище штата Массачусетс членов команды обучают тому, как покидать судно. Крайне важно, чтобы в экстренной ситуации сохранялось спокойствие и порядок. Это обязанность членов экипажа. Капитан торгового судна Майкл Бёрнс знает, насколько страшными могут показаться шлюпки для неподготовленных пассажиров. Как видите, здесь довольно тесно. После того, как вы сели, вам нужно пристегнуть ремни и затянуть. Быть пристегнутым к сиденью в шлюпке может быть весьма страшно. Представьте себе, 50 человек в этой шлюпке должны сделать это одновременно, ночью, в темноте, при том, что они не знали наверняка, что происходит, что от них требуется и что произойдет дальше. Дэвид и Денис Сава узнали на себе, каково покидать судно ночью. В шлюпках не было света, ничего не было видно. Денис была очень напуган, и я пытался ее успокоить. Я повторял ей, что все будет хорошо, что мы не умрем, но мне и самому становилось страшно. Шлюпки по левому борту готовы спуститься на воду. лодку сбросили, и мы все повалились на одну сторону. Все кричали. Падение было жестким. Она упала, и вместе с лодкой что-то в животе опустилось. В этот момент подумали, что умрем. Вдруг мы услышали всплеск. Это был удивительный звук, потому что мы знали, что мы в безопасности. 11 вечера. Первая шлюпка отплывает от судна, и пассажиры понимают, как им повезло. Я посмотрела на людей, которые остались на судне. Им повезло меньше. Для тех, кто остался на борту, ситуация скоро станет еще кошмарнее. Крушение Конкорде. Взгляд изнутри. Прошло более часа после столкновения. Итальянский круизный лайнер Коста Конкордия сел на мель. Тысячи пассажиров пытаются покинуть корабль. Среди них Мэнни и Кэрон Камачо из Флорида. Они лихорадочно ищут место в одной из спасательных шлюпок. Я молилась и просила Господа спасти хотя бы одного из нас. Если это буду не я, то я пойму. Тем временем, эксперты мореходного училища штата Массачусетс продолжают расследование. Берег был всего в 90 метрах. Они ищут подсказки на подробных картах изрезанного побережья Италии. Остров резко выходит из-под воды. В 100 метрах от берега глубина 90 метров, и дно быстро поднимается к берегу острова Джилио. Дно судна Коста Конкорде упирается в каменистый риф. Эксклюзивный анализ показывает, что судно переворачивается, зацепившись дном орифы. Под поверхностью воды находится 8 метров стали. Рано или поздно она бы все равно начала крениться вправо. В течение 30 минут Коста Конкорде сильно кренится на правый бок. Люди, находящиеся в левой части судна, не подозревают о надвигающейся опасности. Тем временем, семья Аннынис наконец добралась до спасательных шлюпок. Мы подумали, что теперь все будет хорошо. Но дочь Веллери обеспокоена, что они пришли слишком поздно. Было предчувствие, что если корабль так сильно накренился, как они собираются сбросить шлюпки на воду под таким углом. В большинстве случаев шлюпки спускают на воду, используя гравитацию. Поэтому для того, чтобы спустить на воду шлюпки с более высокой стороны, корабль должен быть накренен менее чем на 20 градусов. Но Конкордия накренилась слишком сильно. Некоторые из спасательных шлюпок заклинило. Когда судно накренено слишком сильно, тогда шлюпки пытаются спустить на воду по корпусу корабля. Люди взяли шестых, чтобы попытаться оттолкнуть шлюпки от корабля, но мы были под таким углом, что спуститься на воду безопасно было невозможно. Всем пассажирам шлюпки было приказано сойти обратно на тонущий корабль. Когда мы сошли на корабль, мы не знали, что делать дальше. Коста Конкордия продолжала крениться на правый борт, пока вода не дошла до палубы со шлюпками. Возвращающиеся шлюпки могут спасти других пассажиров. Кто-то подошел к нам и сказал, что эта шлюпка нас заберет. Я смотрела вниз и видела, что вода была совсем близко. Я боялась, что упаду в воду. В этот момент муж взял меня за руку и сказал, прыгай, и я прыгнула. Они оба выжили. Я беспрерывно плакала и благодарила Бога, что мы живы. В это время семья ныне испытается сесть на шлюпку с правого борта. Они одни из многих, кто направляется к шлюпкам по наклонному коридору. Вдоль коридора на стене была рейка, за которую мы держались, чтобы не упасть. Свет то пропадал, то снова появлялся, и вдруг исчез окончательно. Я выглянула наружу, и там была темнота. И я знала, что подо мной океан. И вдруг корабль стал крениться еще сильнее. А потом совсем упал набок. Когда семья была на полпути, судно стало крениться набок сильнее. Было слишком круто, чтобы продолжать идти дальше. Я посмотрела на Дина, и он сказал, Джорджи, это конец. Через час и 45 минут после того, как Коста Конкорде наткнулась на рифы, более 4200 пассажиров попытались покинуть корабль. Береговая охрана направила вертолет, чтобы найти тонущий корабль. Пилоты используют инфракрасные камеры, чтобы ориентироваться в темноте. Но у них не получается найти корабль. Они ищут круизный лайнер, севший на мель. И абсолютно не готовы к тому, что находят. В этот момент судно уперлось в риф и не двигалось. Оно продолжало крениться на правый борт. Вода проникала во все отделения и в конечном итоге судно упало на правый борт. Коста Конкорде кренится на бок. Сотни человек пытаются покинуть корабль. Среди них Марк и Сара Плетт. Они ждут спасательной шлюпки на четвертой палубе у правого борта. Но все шлюпки уплыли и корабль быстро тонет. Я думаю, вода была примерно в трех с половиной метрах под нами. Судно накренилось так, что было крайне тяжело передвигаться. Оно наполнялось водой. Из-за сильного крена корабля спасательные шлюпки не могли подплыть к его правому борту. последняя надежда Марка и Сары исчезла. Единственным выходом для них было спасаться самим. У нас было всего 30 секунд на то, чтобы принять решение, и я сказал, что нам надо прыгать. Первый раз, когда я запаниковала, был, когда я влезла на поручень и прыгнула в воду. Вода была очень холодной, и мне было сложно дышать. Марк прыгнул следом за мной. Мы стали плыть как можно быстрее, и следом за нами в воду прыгнули еще 200 человек. Мы думали, судно тонет настолько быстро, что может упасть на нас сверху или засосать под себя. Я оглянулся и увидел, что палуба, на которой мы стояли, почти скрылась под водой. Корабль тонул очень быстро. Марку и Саре предстояло проплыть до берега 90 метров. Было темно, и температура воды была всего 15 градусов. При таких условиях есть риск умереть от переохлаждения в течение часа. Когда они доплыли до берега, лайнер продолжал заваливаться на бок. Тех, кто не прыгнул, снесло водой. Неизвестно, сколько человек погибло в тот момент. Тем временем, пока вода заполняет нижние палубы, семья Нынис находится в заперти и готовится к худшему. Очень страшно понимать, что скоро умрешь. Мы стали молиться, затем попрощались друг с другом. и в этот момент, как из ниоткуда, появилась лестница. Пассажирам сбросили лестницу. По ней они смогут забраться на левый борт корабля. Когда сбросили лестницу, началось безумие. Люди начали кричать, толкать друг друга. Они могли умереть, так и не добравшись до лестницы. Это было ужасно. Час 45 ночи, 4 часа спустя после столкновения. Капитан Скетина покинул корабль час назад. Позже он будет утверждать, что упал в спасательную шлюпку. Среди моряков заведено, что капитан должен последним покинуть корабль. В Италии этот принцип является законом. На этой записи слышно, как Скетина приказывает вернуться на корабль. Среди моряков. Это моральная обязанность капитана остаться на корабле и убедиться, что команда делает все возможное, чтобы спасти людей, за которых он отвечал. Я не могу даже представить, как можно об этом не думать. Тем временем сотни людей продолжают ужасную борьбу за выживание, спускаясь по корме к возвращающимся шлюпкам. Среди этих людей семья Аныниес. Они взобрались по лестнице на левый борт корабля. Было настолько высоко, что мы не видели, сколько нам оставалось. мы спускались, держась за тонкую веревку. Если бы кто-нибудь один соскользнул или сделал неправильное движение, то все погибли бы. Это словно спускаться по стене небоскреба ночью. Наконец, они достигли воды, и им предстояло прыгнуть. Спасательные шлюпки качались на полтора-два метра, и нужно было прыгнуть в подходящий момент. Можно было стукнуться головой, удариться об лодку. Если лодку отнесет назад, и ты упадешь в воду, то тебя может расплющить между бортом корабля и шлюпкой. Если постоянно думать о последствиях, ты не сможешь двигаться, тебя парализует. В тот момент я видела людей в спасательной шлюпке, и я знала, что мне нужно туда добраться. Надо доставить туда мою семью. Все члены семьи прыгают в шлюпку. Они направляются к берегу. Более чем пятичасовое испытание закончено. Ночь 13 января подходит к концу, и выжившие продолжают снимать происходящее, когда начинают появляться первые погибшие в этом происшествии. Далее заключение эксклюзивного расследования. Эксперты изучили факты последних 9 часов 46 минут. Я считаю, им крупно повезло. Намного больше людей могло пострадать. Они установили поворот событий, который, вероятно, спас тысячи жизней. Крушение Конкорде. Взгляд изнутри. Рассвет. 14 января. Крупнейшее крушение круизного корабля современности. 17 человек погибло. 15 пропали без вести. Лучшие американские эксперты в мореплавании приходят к выводу, что все могло закончиться хуже. Для того, чтобы произошла подобная катастрофа, необходим ряд ошибок, в результате которых такой корабль потонет. теперь очевидно, что катастрофа началась, когда Коста Конкордия направилась к узкому проливу острова Джилио. Дно резко поднимается, а судно движется быстро. Скорость 15 узлов это относительно немного для судна, движущегося в открытом море, но небезопасное для судна, находящегося в паре сотен метров от берега. Не успев вовремя повернуть и двигаясь на большой скорости, судно натыкается на рифы, пробивая корпус. Если бы судно двигалось медленнее, то все могло закончиться царапиной на корпусе. Эксперты утверждают, что как минимум три отсека заполнились водой и пропало энергоснабжение. Судно кренится на бок и пассажиры начинают беспокоиться за свою жизнь. Потеряв энергоснабжение, судно оказывается под властным ветру и волнам. Тонны воды быстро поступают внутрь судна, что сильно сказывается на устойчивости корабля. Как видно из видео с мостика, члены экипажа не знали, что произойдет дальше. На мостике определенно была паника. Никто из пассажиров не прошел подготовку к экстренной ситуации. Я думаю, что капитан не мог в это поверить. Он до последнего верил, что ему удастся удержать судно на плаву. И он не отдал приказа пассажирам пройти к спасательным шлюпкам до того, как среди них началась паника. Только тогда он это сделал. Капитан приказывает покинуть корабль более чем через час после столкновения. Тысячам удалось спасти, но отсутствие подготовки дает о себе знать. Но эвакуацию ушло на пять часов больше, чем требуют нормы. Инструктаж пассажиров Коста-Конкордии был запланирован на следующее утро. Всего через три недели после происшествия были внесены изменения в правила подготовки пассажиров к эвакуации. Теперь подготовка пассажиров к эвакуации будет проводиться до отплытия. В своем обращении представители компании и владельцы Коста-Конкордии сообщили, что шокированы произошедшей трагедией. Они выразили свои соболезнования семьям жертв и согласились оказать полную поддержку в юридических вопросах и вопросах защиты окружающей среды. Также они заявили следующее. Компания Коста сделает все, чтобы подобное происшествие не произошло снова. Нашим главным приоритетом всегда была и останется безопасность наших гостей и команды, которые продемонстрировали мужество, мастерство и самоотверженность. Что касается капитана Скеттина, то он на глазах у всех ударил в грязь лицом. Ему могут быть выдвинуты обвинения в причинении ущерба кораблю, убийстве, а также в том, что он покинул корабль и команду с пассажирами. Расследование продолжается. Капитан Скеттина заявил, что рифа, на который наткнулось судно, не было видно на радаре. По его словам, он не смог изменить курс движения судна и что его действия помогли спасти людям жизни. Он также сообщил, «Кое-что я совершил в торопях. Будучи командующим, я не могу прятаться. Мне нужно взять ответственность за ошибку в расчетах». В общей сложности 17 человек погибло, но расследование показало, что все могло закончиться плачевнее. После того, как судно нашло на рифе, его начинает относить в море на глубину 100 метров. Если бы оно затонуло там, погибло бы больше человек. им повезло. Если бы судно не отнесло к берегу, оно бы, вероятно, перевернулось и в конечном итоге затонуло. Если бы оно затонуло вдали от берега, все эти люди оказались бы в открытом море, и их было бы крайне сложно спасти. Я думаю, что количество смертей исчислялось бы сотнями. Анализ экспертов указывает на удачный поворот судьбы. Если бы ветер не прибил судно Коста-Конкордия к берегу, он бы стал Титаником 21 века. Большинство пассажиров покинуло судно и выжило. Мы до сих пор в шоке. Это ужасная трагедия. Это чудо нам повезло. Я благодарна за каждый день в своей жизни. Эту пятницу 13-е я не забуду никогда. Мне очень повезло. Я очень счастливый. это неизвестный. Я не забуду Я не забуду